МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал АТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И в начале выпуска о главном. В Армавире участились случаи ДТП с участием пешеходов. Какие меры принимают сотрудники ДПС, расскажет Юлия Тенешкина. Необычная акция состоялась в Армавире 29 марта у сотрудников наркоконтроля «День донора». Об этом смотрите в выпуске новостей. Судьба детской площадки, водоснабжающие коммуникации, улучшение работы управляющих компаний. Эти и другие вопросы обсудил глава города на встрече с жителями микрорайона мясокомбинат. Сходы в этой части Армавира всегда многолюдные. Не стало исключением и эта встреча, которую глава города провел в школе номер 3. После традиционных отчетов депутатов, участковых и руководства ТОС этого микрорайона, которыми по традиции начинается каждый сход, жители спешили задать вопросы главе города и руководству ряда учреждений. Один из первых, что называется, возник перед носом. Жители интересовались, какая стройка разворачивается перед самой школой, и куда исчезла полюбившаяся жителями микрорайона спортивная площадка. В очередном дошкольном учреждении наиболее остро нуждается именно район мясокомбината, в котором не так давно был возведен огромный многоквартирный комплекс. Строительство детского сада требует определенных условий наиболее подходящим местом для размещения. Стала территория, прилегающая к школе номер 3. Но и о юных спортсменах никто не забыл. Микрорайон мясокомбината в скором времени получит новую спортивную площадку на новом месте. В этом жителей заверил начальник отдела физкультуры и спорта города Игорь Гуреев. Сейчас рассматривается вопрос по строительству комплексной спортивной игровой площадки на территории сквера в районе конечной остановки троллейбусного парка. Здесь рядом буквально метров 200. Ряд вопросов касался работы управляющих компаний, энергооснабжающих организаций. В частности, одна из жительниц микрорайона посетовала на трудности связи с абонентскими отделами некоторых предприятий сферы ЖКХ. По указанным в квитанциях телефоном к ним невозможно дозвониться. Можно до любой службы коммунальной дозвониться по телефону, указанному в квитанции. По три-четыре дня звонишь, приходишь, потом отпрашиваешься с работы, чтобы просто сказать, нет, все установлено, аплодируйте. Вот. Когда это закончится? Телефоны по три-четыре указаны, ни по одному не дозвонишься. Градоначальник заверил армавирцев, что этот вопрос будет тщательно проверен, а виновные понесут наказание. Я даю поручение отделу по защите прав потребителей проверить каждое коммунальное предприятие. Если не работают эти телефоны, мы каждому предприятию выставим претензию. Спросим с каждого руководителя, как он организовал работу по работе телефонов по обратной связи с населением. После схода Андрей Харченко провел традиционный прием по личным вопросам. Жители отметили, что микрорайон-месокомбинат не останется без внимания муниципальной власти. Марина Бартенева, Евгений Замореев, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Кто виноват и что делать? Эти вопросы во многих областях жизни не теряют своей актуальности. Почему многие участники дорожного движения так или иначе становятся невольными актерами драмы и трагедии, попадая в ДТП? Цель краевой операции «Пешеход», которая стартовала 23 марта – пресекать грубые нарушения правил поведения на дороге как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Юлия Денежкина с подробностями. Краевая операция «Пешеход». Ее главной целью стала не только профилактика дорожно-транспортных происшествий, но и пресечение на корню нарушений правил дорожного движения. Ведь из-за этого нередко гибнут люди. За последние три месяца в зоне обслуживания роты ДПС города Армавира зафиксировано 84 происшествия. При которых 21 человек погиб, а 82 получили ранения. Из общего числа дорожно-транспортных происшествий – 32 с участием пешеходов, в которых 11 человек погибло и 26 получили ранения. Понятно, что когда происходит дорожно-транспортное происшествие просто столкновение автомобилей, механические повреждения. Все это, будем говорить, да, это неприятно, но это все поправимо. И никак не влияет ни на здоровье, ни на жизнь. То есть, а когда человек получает травмы, остается, не дай бог, коллегой или инвалидом, это уже, так сказать, след на всю жизнь. Не только его, а его близких и родственников. Поэтому просьба обратить на это внимание. В Армавире с начала года с участием пешеходов произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. При этом двое погибших и 9 человек травмировано. Далее это рукой подать, а там откроется сезон скутеристов и мотоциклистов, которым уже так плотно прилепилось звание самых недисциплинированных на дорогах. Это значит, что всем участникам дорожного движения придется удвоить бдительность. И остается лишь добавить, что, заметив нарушения на дороге, сделать замечание и оформить протоколы не только могут, но и должны, помимо сотрудников дорожно-постовой службы, еще и участковые и полномоченные полиции. Следственный отдел УМВД Армавира напоминает, автомобиль не роскошь, а объект пристального внимания злоумышленников. О новых методах угона и защите от них узнал наш корреспондент. Дареному коню в зубы не смотрят, особенно если конь железный. Для них придуманы специальные изощренные приспособления. Мануфактурный алгоритмический код-граббер. В народе известен как сканер сигнализации. Происходит следующим образом. Ваш автомобиль начинает издавать сигналы, особенно там, где оборудованы сигнализации обратной связью. Беспричинно, то есть никого рядом с автомобилем нет, он подает сигнал. Вы пытаетесь выйти, посмотреть, включить, отключить вашу сигнализацию. В этот момент может происходить сканирование вашего сигнала. И затем уже преступники, имея фактически код доступа в виде электронного сигнала на своем сканере, его используют и открывают данный автомобиль. Думаете, если купили российский автомобиль, то угон вам не грозит? Напрасно недооценивайте отечественный автопром. Дешево, доступно, легко взломать и также легко продать. Вот главные достоинства наших лошадок в глазах автоугонщиков. Наиболее часто у нас совершается хищение автомобилей отечественного производства, это приоры. В данной ситуации преступники выбирают объектом преступного посягательства именно этот вид автомобилей, не потому что поддерживают отечественных производителей, а потому что данные автомобили, как правило, оборудованы сигнализацией, которая доступна им именно для быстрого ее устранения и, соответственно, совершения хищения данных автомобилей. Как же не стать жертвой злоумышленников и уберечь своего четырехколесного друга от посягательств? Начальник следственного отдела ОМВД Армавира Виталий Корененко дает совет автовладельцам. Большая просьба, если есть такая возможность все-таки хранить автомобили в гаражах, либо на оборудованных стоянках, в случае, если такой возможности нет, то оборудовать свои автомобили какими-то дополнительными средствами в виде секретных устройств, которые сейчас не так дорого стоят, но, тем не менее, могут усложнить преступникам задачу и это в конечном итоге сохранит ваше имущество. Марк Бугоец, Александр Пензев, служба новостей Армавира. 29 марта день образования армавирской полиции. История образования ведомства уходит своими корнями к 1839 году. Главной задачей общественных милицейских отрядов тогда была защита мирных горожан от грабительских набегов вражеских горских племен. Позднее милиция стала выполнять функции полиции. В 1917 году было принято постановление о создании отрядов рабочей милиции. С таким названием эта служба просуществовала до 2011 года. 29 марта сотрудники и ветераны органов внутренних дел Армавира отмечают день образования городской милиции. На страже порядка целая армия людей, которые всегда готовы защищать интересы граждан. В истории армавирской полиции множество примеров отваги и героизма ее сотрудников во благо родного города и Кубани. В продолжение темы. Новокубанские полицейские не отстают от своих армавирских коллег. То есть работают только на отлично. Героиня следующего сюжета – прямое тому подтверждение. В 8 утра следователь Анжела Григорян торопится на работу. Хотя, когда начинается рабочий день у следователя, вопрос чаще всего риторический. Бывает, он и не заканчивается вовсе. Один день плавно перетекает в следующий. Выезд на место происшествия, допросы свидетелей, анализ вещественных доказательств. Следователь – это мозговой центр, в который стекается вся информация о преступлении. А главная задача сотрудника полиции – размотать этот клубок нитей и вывести преступника на чистую воду. Несмотря на то, что работа действительно достаточно тяжелая, работа мне нравится. Ночами не спим, думаем, прокручиваем в голове различные версии для того, чтобы правильно вести расследование. Расследовать преступление у Анжелы Григорян получается очень даже хорошо. Не зря она стала лучшим следователем по итогам прошлого года. Анжела Николаевна Григорян – сотрудник добропорядочный, искренний. Всегда уверен в ее профессионализме, предоследовании уголовных дел. Является заслуженным, пользу заслуженным авторитетом среди сотрудников нашего следственного подразделения. Является наставником. По результатам работы за 2012 год признана лучшим следователем следственного отдела МВД России по Новокубанскому району. Свою карьеру нынешний капитан юстиции Анжела Григорян начала 9 лет назад. Работала в ППС, в штабе, инспектором по СМИ, а в 2008-м стала следователем. Эта должность понравилась ей больше всех. С одной стороны, конечно, тяжело быть женщиной-следователем, потому что, кроме того, что ты на работе, иной раз задерживаешься допоздна. У тебя есть семья, есть вторая половина, есть дети, которые тоже требуют внимания к себе. Иногда не хватает времени. Бывает, обижаются они, бывает, понимают, что мама на работе, что у мамы есть сложные уголовные дела, которые нужно расследовать. Посмотрев на маму следователя, сын решил пойти по ее стопам. Эрнест Григорян сейчас работает в патрульно-постовой службе в полиции Ставрополя. Встречаются мама с сыном редко, но зато у них стало еще больше общих тем для разговоров не только о семье. Ведь у каждого впереди нелегкий, но такой интересный и захватывающий служебный путь. Светлана Волошенко, Юлия Чернышева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. 29 марта в управлении ФСКН России состоялся День донора. Армавирские сотрудники наркоконтроля не остались в стороне. Анна Мельченко продолжит. Оксана Ильина, сотрудник наркоконтроля, приняла участие в этой важной социальной акции. В последние годы медики отмечают существенное сокращение числа доноров России и необходимость возрождения данного движения. В связи с этим, с целью социального сотрудничества, в сфере развития безвозмездного донорства крови, руководством ФСКН России принято решение о проведении в службе 29 марта Дня донора. Сотрудники Армавирского отдела наркоконтроля добровольно решили стопроцентно сдать кровь, таким образом выразить свою гражданскую позицию. Все сотрудники, не имеющие противопоказаний для сдачи крови, приняли участие в этом мероприятии. Ежедневно в Армавире у людей любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови по жизненным показаниям. И зачастую ее не хватает. Донорская кровь нужна была всегда во все времена. Донорская кровь необходима при больших массовых операциях, при травмах. Мы приглашаем всех доноров, всех желающих стать донорами, прийти на станцию и проявить акт доброй воли сдать донорскую кровь. Донор получает за сдачу крови 493 рубля 50 копеек. Пожалуйста, приходите, сдавайте, будьте донорами. А представители наркоконтроля надеются, что первое подобное мероприятие станет началом новой традиции. Анна Амельченко, Станиславчинский, служба новостей Армавира. Армавирис в числе сильнейших. Международная федерация Зюдо опубликовала новый рейтинг сильнейших борцов мира. В него вошли и кубанские спортсмены Арсен Галстян и Беслан Мудранов. В весовой категории до 60 килограммов олимпийский чемпион Арсен Галстян занимает второе место – 1094 балла. А чемпион Европы Армавирис Беслан Мудранов расположился на пятом – 890 баллов. Всего в рейтинге легковесов 263 спортсменов со всего мира, сообщает пресс-служба Краевого министерства физкультуры и спорта. В 2013 году наши сильнейшие зюдоисты провели только по одному международному турниру. Мудранов в феврале стал третьим на этапе Большого шлема в Париже. А Галстян на днях выиграл Pan American Open в Буэнос-Айресе. И в завершении выпуска еще одна информация. В 2014 году новогодние каникулы сократятся, а в мае, июне и ноябре россияне будут отдыхать по 4 дня. Минтруд подготовил проект постановления правительства о праздничных днях уже в следующем году. Отдыхать, как предполагается, мы будем по несколько непривычному графику. Новогодние каникулы ведомство предлагает сократить до 8 дней. Зато в течение остального года планируется три длинных уикенда по 4 дня. Таким образом, каникулы у нас будут и зимой, и весной, и летом, и осенью. Как говорится в пояснительной записке к документу, новое расписание должно способствовать полноценному отдыху не только в зимнее время. Между тем, проект еще должен быть утвержден правительством и подписан премьер-министром. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.wmedia.tv. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный прогноз погоды. В студии была Марина Юрченко. До встречи на телеканале ТНТ «Армавир». Одежда ведущей предоставлена магазином молодежной женской одежды «Бона». Торговый дом «Вилсон». Первый этаж. Торговый дом «Вилсон» Продолжение следует...